здравствуйте уважаемые зрители канала сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему внешность петра первого какую аномалию император скрывал от посторонних высокий крепкий и широкоплечий настоящий русский богатырь таким петра великого представляют фильмах и рисуют в книгах таким его привыкли считать в наше время а на самом деле это описание не совсем соответствует действительности петр многое в своей фигуре предпочитал скрывать царь наверное потому и основал кунст камеру что сам имел весьма нестандартную внешность с которой мог бы стать интересным экспонатом своего музея самый дальновидный российский правитель да это про петра первого причем самом буквальном смысле этого слова причем этот факт объясняется не только хорошим зрением государя но и очень высоким ростом по расчетам исследователи рост императора составлял 204 сантиметра в исследованиях историка василия осиповича ключевского есть такие записи про внешность петра великого петр был великан без малого трех оршин ростом целый головой выше любой толпы среди которой ему приходилось когда-либо стоять христосуясь на пасху он постоянно должен был нагибаться до боли в спине от природы он был силач постоянное обращение стопором и молотком еще более развила его мускульную силу и сноровку он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку но и перерезать ножом кусок сукна на лету в 18 веке рост в 204 сантиметра был невероятно чрезмерным то есть царь был для тех времен настоящим великаном ведь средний рост мужчины для тех и далеких лет составлял примерно 160 сантиметров ключевский и остальные историки все без исключения утверждают что при своем высоком росте фигура царя была слишком непропорционально и из-за чего он выглядел угловатые неуклюже как огромная цапля казалось бы что такой гигант должен ходить на крепких и больших ногах но это правило императора не касалось ступни у него были маленькими даже для обычного мужчины всего 38 размер нормально для женщины но не для великана петра первого ведь при его параметрах роста он должен был носить обувь не менее 45 размера так как ступни были маленькими то большое тело увеличивало нагрузку на ноги и это доставляло государю сильные неудобства ему было трудно ходить и на прогулку петр всегда брал с собой трость опираясь на нее в процессе ходьбы потому-то из-за трости иностранцы считали российского правителя хромоногим но на самом деле никакой хромоты у него не было причем по свидетельству современников несмотря на дискомфорт в ногах петр имел размашистую быструю и энергичную походку к слову сказать про эту аномалию у петра мало кто знал тогда дело в том что государь носил специально шитые для него высокие сапоги ботфорты они имели подошву длиной 31 сантиметр то есть по сути выглядели как обувь 45 размера причем правитель надевал эти сапоги на туфли своего настоящего 38 размера эти туфли мастерили для царя лучшие в стране сапожники и такая обувь была в единичных экземплярах понятно что эту уловку император старался всячески скрывать и потому есть такая конспиративная теория что после того как новая пара обуви была готова ради сохранения тайны сапожника сразу же умерщвляли историк николай павленко исследовавшие одежду петра первого которая сохранилась до наших дней указывает что царь действительно имел высокий рост однако при этом был весьма щуплым человеком отнюдь не богатырем проведя тщательный анализ конституции тела императора павленко сделал выводы о том что тело петра имела астенический то есть слабый тип конституции медицинские характеристики такого типа фигуры это частые простудные заболевания хронические болезни пищеварительных и дыхательных органов а также нервный и сердечно-сосудистый систем сама же одежда император хоть и длинная но все же была 48 размера то есть всю свою жизнь царь носил кафтаны и рубашки как на подростка но у него были умелые и старательные портные потому государю удавалось с помощью одежды успешно скрывать все недостатки своей дисгармоничной фигуры добавляется к этому исследование скелета петра великого ученые изучавшие причины смерти царя говорят что при высоком росте он имел узкие плечи и довольно маленькую грудную клетку более того руки царя тоже были коротковатыми для его туловища результаты этих исследований также подтверждают портреты петра первого кисти немецкого живописца иоганна танауэра написанные при жизни императора у императора была миниатюрная по соотношению с телом голова по словам художника валентина серова написавшего портрет петра великого потому тщательно изучавшего все доступные ему данные император был на самом деле страшненьким с длинным туловищем на тонких ножках и с маленькой головой художник считал что государь больше походил на какое-то чучело длинного и худого кузнечика чем ножевого человека некоторые ученые высказали предположение что маленькая голова правителя россии появилась из-за врожденной патологии либо указывала на родовую травму возможно именно из-за этого петра романова всю его жизнь преследовали судороги и припадки по утверждению историка ключевского педр первый пошел лицом в свою мать наталью кирилловну нарышкину и также был сильно схож с одним из братьев матери федором именно от материнской породы в петре была та небывалая для его тела вообще неожиданная физическая сила от матери также царю наследовал остроумие и энергичность ключевский приводит в доказательство два портрета царя которые были сделаны с натуры соответственно при жизни петра первый портрет создан в англии в 1698 году художником годфридом кнеллером по приказу короля вильгельма третьего на этом портрете молодого петра изобразили в доспехах как средневекового рыцаря доспехи чуть прикрывала вышитая золотом мантия с богатой подкладкой из меха горностая ключевский пишет здесь петр с длинными вьющимися волосами весело смотрят своими большими круглыми глазами несмотря на некоторую слащавость кисти художнику кажется удалось поймать неуловимую веселую даже почти насмешливую мину лица напоминающую сохранившийся портрет бабушки стрешневой очень подробно внешность русского правителя описал в своих записках 1717 года герцог сен-симон в то время петр первый находился в париже сен-симон подтверждает что юный государь был высокого роста худощавым и имел прекрасное лицо он был очень высокий хорошо сложный довольно худощавый с кругловатым лицом высоким лбом прекрасными бровями нос у него короткий но не слишком и концу несколько толстоват губы крупные цвет лица красноватые смуглый прекрасные черные глаза большие живые проницательные красивые формы взгляд величественный и приветливый когда он наблюдает за собой и сдерживается в противном случае суровый и дикий судорогами на лице которые повторяются не часто но искажают и глаза и все лицо пугая всех присутствующих то есть иностранцы тоже подмечали некоторые аномалии во внешности петра великого в частности сен-симон говорил про судороги искажавшие лицо еще один портрет сделан через 19 лет в 1717 это же в париже голландцем карлом моором в 1717 году петр самолично ездил во францию с двумя целями ускорить завершение северной войны и сговориться о браке своей дочери елизаветы с людовиком интересно что будущее российской императрицы елизавете было тогда только восемь лет а будущему французскому королю людовику пятнадцатому всего семь лет вернемся к портрету петра здесь у него совершенно другой образ чем в юности ключевский пишет следующее усы точно наклеены здесь заметнее чем на портрете кнеллера складе губ и особенно в выражении глаз как будто болезненном почти грустном чуется усталость собственное величие придавило его нет и следа не юношеской самоуверенности незрелого довольства своим делом при этом не забывайте что портрет изображает петра приехавшего из парижа в голландию в спа лечиться от болезни спустя восемь лет похоронивший его на самом деле портретов царя достаточно много и чтобы понять похоже ли они на своего натурщика необходимо обратиться гипсовым маскам которые были сняты с лица петра еще при его жизни а потом и после смерти прижизненная маска снята архитектором франческо растрелли который создавал законный памятник государю чтобы было абсолютное портретное сходство архитектор попросил царя разрешить снять с его лица гипсовый слепок как это делали мастера италии в эпоху возрождения государь согласился и во время совершения процедуры он дышал через трубочки которые ему вставили в нос тот же растрелли в январе 1725 года выполнил и посмертную маску императора в наше время ее бронзовая копия находится в русском музее петр великий часто приезжал в европу и не отказывался от создания новых портретов поэтому до наших дней дошли полотна с изображением внешности русского императора кисти европейских художников в россии тоже писали картины с изображением петра но большая часть из них сделана уже после смерти правителя 28 января 1725 года петр великий умер его лицо исказило болезни и страдания умирающего человека придворный художник первый русский портретист иван никитич никитин был призван к смертному ложу императора и именно он запечатлел последний образ правителя российской империи для того чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории россии подпишись на канал и поставь лайк мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю россии